Скорая помощь Это особый раздел медицины, относящийся к медицине и критических состояний И в то же время это структура, работающая на благо города Нас особо не заметно, но в то же время мы здесь И поверьте, это большой работающий механизм Вот про этот механизм и расскажу поподробнее В нашем городе скоро помнят Субтитры подогнал «Симон» В аварии или человеку с инфарктом или бьющемуся в судорогах ребенку Поступил вызов на улицу Ахумбаева в один из дворов с поводом «Девушка 20 лет без сознания» Приехав по указанному адресу, около 10 минут мы искали пациентку и вызывающих «Девочки, вам кого?» «А где она?» «Обойдем» Но потом нас все-таки встретили и проводили к месту происшествия Увидели мы следующую картину Молодая девушка лежала на земле и поддерживала ее одна из подружек При приближении к девушке и налаживании более тесного контакта в лицо ударил сильный перегар Девушка была пьяна Сопровождающие ее подружки и ничего не утаивающие жители дома рассказали, что видели, как она пила коньяк Пила с горя, запивала лимонадом и в какой-то момент отключилась Вы ее знаете? Да Пила? Говорите честно Честно, говорите, мы не милиция Пахнет от нее Ну пахнет конкретно? Ну этот, может пива пахнет или какой-то нет? Мы попытались привести ее в чувство тщетно Положили на каталку, завезли в машину, продолжили приводить ее в сознание, но опять все было тщетно И это неудивительно Выпить пол-литра коньяка – дело нешуточное, да и на такой неокрепший организм Коньяк пила? Сколько ты его выпила? Всю бутылку? Половину? Одну рюмку? Двадцать грамм? Двадцать грамм? Пустую бутылку из-под недорогого коньяка я все-таки нашел в кустах А вот и виновник всего действа Красавица, вот этот коньяк? Когда записывал данные пациентки со слов подружек, рассказал причины бессознательного состояния неокрепшего организма местным жителям После слова «пьяная» подружки разразились подозрительным смехом Понятия не имею, что их так развеселило Выяснилось, что нашей пациентке вовсе не двадцать лет, а всего лишь восемнадцать И является она студенткой училища Лет сколько? Восемнадцать Восемнадцать? Да Сопровождающие пациентку подруги рассказали, что напилась она из-за сложных отношений с парнем и родственниками В общем, все как обычно Госпитализировали ее в отделение токсикологии После этого мы поехали к бессознательному семнадцатилетнему парню У него неделю болит голова, и в этот день она болела так, что он даже не мог шевелиться Работает парень грузчиком на складе, а скорую ему вызвала его начальник Парень живет в новостройке с мамой, младшими братьями и сестренками Закончил девять классов, и после сразу пошел работать, получается с пятнадцати лет Надо помогать матери, выучить младших Его начальник сказал, что работает он за троих, но это и было по нему видно Парень не курит, не пьет, просто-напросто пашет И как-то он очень по-детски боялся укола Нет-нет-нет, не бойся Туда посмотри, туда смотри Это не больно В попу делать больное Смотри, на стенку смотри Оказали помощь, ему стало заметно лучше Начальнику надавали цену указаний относительно дальнейшей тактики Это заставляет задуматься И парень действительно вызывает уважение Было просто приятно пожать ему руку и пожелать удачи Самат, как ты себя чувствуешь? Лучше? Срочный вызов, автоавария При подъезде к месту происшествия возникли сложности с проездом Образовалась пробка Автомобили серьезно не пострадали Одна из пассажирок оказалась беременная женщина Для нее и была вызвана скорая помощь Здравствуйте Что? Крутит живот как будто срочно Успокойтесь, успокойтесь Какой срок? Двадцать Три недели Двадцать три недели, нет? Даже только в больнице Успокойтесь Чем-нибудь ударялись? В Японии вот с такой бомбой Вот от этого Все, 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 успокойтесь Все хорошо Успокойтесь Мы завели женщину в машину Она жаловалась на боли внизу живота Осмотрели, опросили И, сделав укол с необходимым препаратом Госпитализировали ее в родильный дом С диагнозом угроза выкидыша Вечером мы поехали к драматическому театру На вызов с поводом парень 23 года задыхается Встретил нас сам пациент Сказал, что он сам себе и вызвал Завели его в машину Спросили, на что жалуются Он нам ответил Внутреннее недомогание Показав это характерным жестом Скорбным выражением лица И добавил Фобия И как будто бы внутри что-то творится Внутренняя суета Попробую рассказать подробнее Твое недомогание в чем заключается Чувство, знаете, вот А вот, куточку стоять Фобия, да? Чувство страха у тебя В общем, три дня назад Он не сошелся в интересах С очень важным для него человеком И теперь очень переживает А вот сегодня случилось Вот такое недомогание Парень занимается музыкой Я в шутку ляпнул Ну, что ж поделаешь Творческая же личность Он подумал и сказал Я слышал, что с творческими людьми Такое бывает Но со мной это в первый раз Забавный паренек Побеседовав с ним по душам Дали ему выпить валерьянки Посоветовали обратиться За психологической помощью К специалисту Ну и отпустили с миром Запомнил препарат? Новопассив Новопассив Да Хорошо Поздним вечером на станцию Привезли пациента Наркоман Привезла его мама Предыстория была такова Вечером дома он укололся А потом накурился Анаши И, видимо, организм перепутал И не знал, как ему правильно кайфовать Парню стало плохо Расспросили его Осмотрели Сняли кардиограмму Надо было сделать ему укол Вен у него уже совсем не осталось Колоть его просто-напросто было некуда Сам он сказал, что колется в подмышку И не было другого выхода Как только дать ему шприц Чтобы он сам попал в вену Набрали лекарство Дали ему шприц и жгут Как только он попал в вену Перехватил шприц и ввел лекарство Ему стало заметно лучше Потом мы побеседовали Тем и того, почему он начал колоться Хочет ли завязать Как лечился и так далее Поверьте, наркоманы все одинаковые Даже жесты, мимика, речь Все очень типично Побеседовали с его мамой Сказали, что дальше делать И отпустили их домой Это очень интересный город И разный для всех Для кого-то это мажорная молодежь Которая признается этому городу в любви А для кого-то это пахота с 15 лет Или поиск незанятой теплотрассы Кошмарный город Контрастный Но интересный И такой родной Мир всем И до новых встреч Продолжение следует... Помогите мне Тихо-тихо-тихо-тихо 15 дней у них слить А сегодня на слить и чуть не умирает Эти Редактор субтитров А.Семкин